Добрый всем вечер! И сегодня мы с Натаном договорились, что мы поговорим о молитвах, праздничных молитвах. И тут выясняется, что, ну, по крайней мере, для меня это очень сложная тема. И вот почему. Собственно, о молитвах в Торе мы читаем достаточно много. Это, ну, например, Аврааму говорится, и он помолится за тебя. Или, в моем случае, там, говорится, пусть Авраам помолится за тебя. То есть молитва в Торе – это вещь, ну, частая. Более того, вообще-то, есть заповедь ежедневной молитвы Всевышнему. И, ну, если вас интересует, то, вообще-то, есть некоторая специальная формула молитвы для тех, кто не может молиться. Ну, например, на войне, солдаты на войне. Это молитва не является шмоной Исраэль ни с какого боку. А есть красивейшая формула. Кстати, ее произносят, среди всего прочего, первосвященник, святая святых в Йом-Кипур. Это церковь Амхай Исраэль Морубим в Адатамк Цара. Нужны народа твоего Израиля велики, а разум короток. «А поэтому дай каждому, чего у него нет, и каждому телу, дай каждому пропитание и каждому телу того, чего у него нет, благословен, слышащий молитвы». Тот, кто это прочел, вот эта великолепная формула, дай то, чего не хватает, каждому человеку на прокормление и каждому телу, чего ему не хватает, в качестве базовой молитвы основной. Да, все согласны, что это минимум такой вот, который не тянет даже на шмонеса. Вот шмонеса, например, есть краткая формула, кто-то спешит, кто-то боится, есть краткая форма в шмонеса, и она, если ее прочел, эту краткую форму, то длинную читать не надо. А вот если прочли вот эту короткую молитву, которую я сказал, то шмонеса читать надо. То есть это только закон Торнен, впечатление, но не постановлено. Проблема вот какая. Проблема связана с двумя днями, где молитве уделяется наибольшее внимание. Собственно, Йом-Кипур и Роша-Шана. Вот у кучи народу, скажем, стоят дома потрепанные махзоры Роша-Шана и Йом-Кипур, обычно это одна книжка, но просто отсутствует как класс молитвенники на остальные праздники. Просто, ну потому что, ну а зачем? Их не по махзору читают там в молитвенниках в Аталии, обычных, с праздничными текстами. Но молитвы как раз Роша-Шана и Йом-Кипур – это какое-то очень важное, очень большое место, огромная поэзия там собрана. Проблема вот какая. Почему эти дни – дни молитвы? Вот на самом деле, если более серьезно об этом говорить, то вопрос, он ведь, как это сказать, Ну давайте вот, смотрите, Йом-Кипур в некотором отношении проще и сложнее тоже, но он как-то ставит свет на Роша-Шана, но давайте по-другому чуть-чуть. Вот Роша-Шана упомянут в Торе два раза, а именно первый раз при перечислении праздников «Скажи сынам Израиля, в седьмой месяц, первого числа, пусть у вас будет отдых, память Сикарон Труа, микрокодыш, память Трублиниям, никакой работы не делайте». Точка. Все. Это все, что сказано про вашу жизнь. Второй раз, там, где у нас раздел о дополнительных жертвах, в книге Бамидбар, в седьмой месяц, первого числа, священное собрание будет у вас, никакой работы не делайте, Йом-Труа, день Трублиния, будет у вас, и будете приносить такие и такие-то жертвы, дальше идет перечисление жертв. Все. Все. Все, что сказано про Роша-Шана, Йом-Труа или Йом-Зикарон-Труа. Больше ничего про Роша-Шана не сказано. Причем, насколько ничего. Вот, смотрите. Три праздника. Суккот, извините, Песах, Шибот, Суккот. Тара привязана. К двум вещам. К сельскому хозяйству. Песах – начало жатвы ячменя. Шибот – начало жатвы пшеницы. Суккот – сбор урожая. Одновременно Тара привязывает все эти три праздника к событиями, связанными с исходом, то есть к истории. Песах – исход из Египта, что вот легко считается, что это день дрования Тары. Суккот – Тара дает не очень понятное объяснение, но говорит, что в память о том, что в шалашах вы жили по исходу из Египта. В шалашах я вас поселил по исходу из Египта. То есть есть какая-то связь с событиями исходя. Ни Роша Шана, ни Емки Пуг, никак с историей в Торе не связаны. Нет-нет, я знаю, я знаю огромное количество текстов и огромное количество комментариев. Они с Талмуда начинаются. О том, что Емки Пур – это день дрования вторых скрижалей. Историческая попытка привязать. А Роша Шана – это день сотворения человека. Но фокус в том, что в Торе об этом нет. И если Емки Пур еще как-то можно, несложно привязать к дрованиям вторых скрижалей, из соображений 40 дней Моше был на горе Синай, а туда он поднялся 7-го Сивана приблизительно. Давайте прикидку считаем. Потом он спустился, потом 40 дней молился, потом опять поднялся на гору Синай, и еще 40 дней был на горе Синай. И спустился со вторыми скрижалями. 120 дней от 7-го Сивана. 120 дней – это 4 месяца приблизительно. Приходим к 7-му Тишрей. Учитывая, что еврейские месяцы – не 30 дней, а 2 месяца – 59 дней, то у нас будет где-то 9-е, 10-е число в месяц Тишрей. Все действительно очень просто, и действительно привязку такую можно посчитать. Она очень похожа на правду, эта привязка, но в смысле, правда, в смысле пшат. Прямой смысл. Я не говорю, что устная традиция есть к этому в придаче. Но в Туре об этом ни слова. Про урожай тоже как-то не очень. То есть совсем ничего. Единственный человек, который говорит в связи с этим про урожай, как это ни странно, Филон Александрийский, извините за источник, он не кошерный, в общем-то, ну в каком смысле не кошерный, не наш. Тем не менее, он говорит, что пост, когда урожай собран, куда более ценен, чем пост, когда урожай кончился. А в Йом-Кипуру пост уже урожай собран. Но я прекрасно понимаю, что происходит в голове у Филона. Он ясно, что хочет, он хочет, ну так как все праздники, так или иначе, связаны с сельскохозяйственным циклом, то в Йом-Кипур туда же, все-таки, какое-то сельскохозяйство да и привязку из земли. Но еще раз. Теперь. Орожа Шанаа, сельское хозяйство, вообще ни слова. И вообще ничего, кроме трубления там. Вот все, что в Торе сказано про сущность праздника, трубить. То есть смысл праздника в Торе не прописан. Принято, что Роша Шана это день сотворения человека, я не буду сейчас входить и объяснять споры, которые в этом идут в Талмуде. Тем не менее, каким-то образом этот день превращается в день молитвы. Более того, он еще и превращается в день суда. По крайней мере, по всей традиции, Роша Шана – это день суда. Но я хочу заметить еще одно. Главный символ Роша Шана у всех у нас в голове – это Шафар. Я прочел два стиха про Роша Шана. Вы где-нибудь Солу Шафар там увидели? Нет? И я не увидел. Нету там Солу Шафар. По этому поводу, вопрос, который нужно ставить, он очень простым. Если Тара определяет, что это праздник, это трубление, то хотелось бы понять, что это такое и что имеется в виду. По этому поводу про трубление, зато у нас есть полноценный, довольно длинный отрывок в главе 10-й той же книги Дамитбар. И там начинается этот отрывок «Сделай себе две трубы серебряные, и будут они тебе для сбора общины и для поездок». Далее дается заповеди, точнее, дается инструкция, я бы сказал, когда надо трубить во время поездок по пустыне. После чего сказано следующее. «И когда вы собираете народ, трубите, но не…» Вот теперь так, в Торе есть два слова «Литко» и «Лыхатрия». «Литко» така это трубить протяжно, как «Ков» бивают, а «Лыхария» это трубить дробно. Да? Значит, когда собирают общину, надо трубить протяжно. После этого сказано следующее. «И сыны Аарона, Коэны, будут трубить трубы, и это заповедь на все поколения. Если придет война в вашу страну, или по поводу врага, который досаждает вас, «ПГРОТЭМ» и будете трубить дробно в трубы и низ с картами, и будете вспомнены, вспомнены, страдательный залог вас вспомнят перед Гошемом вашим Богом, и будете спасены от врага». Следующий стих. «Бы йом симхатхэм, бамуатхэм, в день радости вашей, праздники ваши, новомесячки ваши, уткатэм, будете трубить длинным звуком, в трубы над вашими жертвами, над вашими жертвами всесожжениями и над вашими мирными жертвами, и это будет вам лызикарон, лифне элокэхэм, и это будет вам память перед вашим Богом». Замечу, вот внимательно следим за стихами, внимательно следим и, может быть, чего-то поймем. Восьмой стих. «Заповедь трубить в трубы передана Коэном». Вечное кукат-улам во всех поколениях. Вечное правило во всех ваших поколениях. «Кто трубит в трубы?» Ответ – Коэн. Далее, «Зачем трубят в трубы Коэны?» Не во время путешествия. Если наступит война, то «харе отым», то они трубят дробно в трубы, не в шафар, в трубы «харе». и вспомнят, чтобы Бог вспомнил, чтобы вы были вспомнены перед Богом. В радостный же день над жертвами трубят протяжно и опять зачем мотив лазикарот? чтобы Бог вас вспомнил. Теперь довольно важный момент. Что значит Бог вас вспомнит? Все-таки он не забывал этого. Проверять все места в Торе, где упомянуто, в Торе, в Танахе, я имею в виду, в Танахе, где упомянуто, что Бог что-то вспомнил, это очень длинно. Всего слово «зикарон» в Торе больше трехсот раз. В Торе. Это очень частное слово. Проще, проще, как это ни странно, проверить противоположное слово антоним «забыл». Так вот, когда говорится, что Бог забыл, то позволил постичь вам беды, вас бедам. Бог не заботится о вас. С вами происходит то, что происходит. Вы отданы во власть событий. вот вспомнить здесь совершенно отчетливо. Где мы видим первый раз вспомнить? Ну, давайте я вам напомню. Первый раз вспомнен, когда Ной был в Ковчеге и вспомнил и вывел и так далее. Второй раз где был встречай вспомнен, что когда сыны Израиля кричали Богу в Египте, то вспомнил их Бог и начал спасать. Вот это вспомнил, это всегда принял во внимание, что нужно позаботиться. Просто всегда. Вот где бы вы ни прочли это, Бог кого-то вспомнил, это всегда начал заботиться. вот теперь в первую очередь мы решили одну проблему текстуальную, которую очень часто говорят, но говорят не совсем в том плане, в каком я сейчас говорю, я не спорю с этим всем планом, что разница между книгой Ваикра, где сказано, что Зикарон Труа Шабатон Зикарон Труа, что это память Трублейни, а в книге Бемедбар, там, где говорится о жертвоприношении Йом Труа День Трублейни, да, что на самом деле Зикарон Труа и Труа это просто одно и то же. Просто в книге Доикра, там, где рассказано о празднике, вам рассказано о не о храмовых делах, а о смысле этой заповеди, чтобы вас вспомнили, а там, где говорится о храме, там говорится просто День Трубления без уточнения, зачем оно нужно, потому что речь идет о Трублении во время жертвоприношения, а там все знают, зачем нужно, это было сказано в дни праздниками над жертвами Трубеков. Вот теперь то, к чему я пытаюсь доползти потихоньку, медленно, но на самом деле стараюсь не терять логику, у нас получается из всех трех зачитываемых отрыв, само Трубление, само Трубление и является напоминанием Всевышнего. Оно напоминает, вот теперь центр, оно напоминает без слов, слова не нужны. Трубление в трубы, я подчеркиваю, пока я говорю только о трублении в трубы. и сегодня вы должны задать самый простой вопрос. Если в книге Бамидбар в 10 главе четко проговорено, когда придет война в вашу страну или враг будет вас осаждать, и враг вас будет осаждать, трубите в трубы. Мы не трубим в трубы. Сейчас есть какие-то дурацкие попытки восстановить, они неправильные, кстати, сразу скажу. Сделать серебряные трубы в наше время, это просто ошибка, это просто неправильно. Сейчас я объясню, почему. Вот. Но, например, Ридба, Рабыну Йомтов из Севильи, только не подумайте, что он грузин был. Из Севильи, да. Он пишет у нас во Франции во время постов трубы не трубят. Все в один голос пишут. У нас трубы не трубят. Во время постов. Но подождите. По идее у вас должно быть, что когда вы собираетесь, чтобы помолиться о беде, то у вас есть обещание в Торе. В день, когда у вас там беда, трубите в труб. Трубите в шафар, объявите пост, говорит пророк. Почему мне трубим в трубы? ответ но очевидно свершен. То есть не совершенно, но очевидно. И вот где. Дело в том, что когда вы читаете, например, Рамбома о законах, о трубах, то он считает, что труба, серебряная труба, которая упомянута в заповеди в 10 главе книги Бамидбар, это храмовый сосуд, такой же, как минора, такой же, как хлебный стол, такой же, как жертвы для воскурений, вот такие же две трубы. Это храмовый предмет. При этом, что самое важное, опять, может быть, кто-то не замечает эту вещь, но в рассказе, значит, когда речь заходит о войне, то с войском посылаются коэн. И, например, война с Медьян. И послал Моше вместе с армией против Медьяна Пинхас и трубы, чтоб трубить. Что он там делает? И здесь полное раскрытие мысли, вот, что такое продолжение традиции? Полное раскрытие мысли, оно вот совершенно другой источник, это Деврей Гаймин, вторая книга, Деврей Гаймин, рассказ о войне царя Иудея Авия с царем Израиля Северного царства Герман. Там Авия пытается уговорить, что не надо воевать. И вот, среди всего прочего, Авия излагает претензии к Северному царству и говорит так, мы у нас Гошем ваш Бог, мы не оставляли его, и Гошему служат нам коэны бне аро, и левиты при этом деле. Что говорится, я могу сказать, что говорится. Говорится довольно простая и важная вещь. что у Ирвама есть священники, но они не потомки Арон. И далее он продолжает Авия, он написывает Иерусалимский храм, и приносят они Гошему, как положено, каждое утро и каждый вечер, жертву постоянно. Ну, там дальше перечисление, что они делают в храме, все обычная вещь. И вот и дали то, ради чего я говорю. И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы, чтобы трубить против вас. Не воюйте с нами. И когда началась война, то Ерваам атакующий полк отправил с тыла, и когда увидели они, что их взяли в клеще спереди и сзади, то взвопили они Гошему, а священники затрубили в трубу. И когда кричат и кричали жители иудеев, Бог поразил Эрваама и убежали сыны Израиля от иудеев. Вот внимательно. Коины упомянуты с трубами при войске, как представители храма. Это не просто трубы, которые сделаны. Это трубы храмов. И трубление, что Всевышний вспомнил во время войны, это трубление храмов. По этому поводу вне храма трубы не трубят. Кроме тех случаев, когда к вам пришли представители храма, то есть коины с серебряными трубами, как предписано. Как бы то, что они делают, они делают от имени храма. Но в рассказе о войне авиа с Ерваамом есть очень важная фраза. с нами бог, у нас во главе нас бог с коэны его и трубы. трубы. Трубы и трубление в трубы это с нами бог. Вот четко во время войны трубление в трубы это с нами бог и напоминание богу ты с нами. Вот это молитва. Слова какие слова во время войны? Во время боя. По этому поводу я уже не помню кто это мне объяснял. Почему не делают труб? А вот почему. Трубы существуют в храме для того чтобы трубить в них во время жертвоприношения. В общинах вне храма трубы не нужны по причине того, что там нет жертвоприношения. Тогда делать трубы только для постов и молитва несчастья. Мэр, извини, а когда это во время жертвоприношения нужны трубы? При всех жертвоприношения нужны трубы вообще. В какой момент? Когда приносят жертвы, да. Пожалуйста, в праздник, извините, я готов еще раз зачитать вам этот отрывок. Я его читал. Уже десятая глава книги Бамидба. В день вашей радости, в вашей празднике, в рошей ходыш, в ваше новомесячье, уткатэмбэхоццрот и трубите в трубы над вашими жертвами кстати, в субботу тоже, над вашими жертвами всесожжения и над вашими мирными жертвами и это будет напоминание о вас перед Богом, вашим Богом. Я Хашеб ваш Бог. Трубы нужны для жертвов приношений. Спасибо. Делать трубы для всяческих неприятностей это открывать полоса там вообще то, что называется. Проблема вот какая. Вы обратите внимание, я все время говорю о трубах, но еще раз, символом Рошашана является шафар. Если вы где-нибудь там в Израиле решите купить эмблему Рошашана, ну какой-нибудь магнитик на холодильник, чтобы там была пророщена, то вы сразу увидите, что там будет шафар и яблоко с медом. Наверняка там будут вот эти две вещи нарисованы, но 9 из 10 будут такими. Я просто не знаю, чей еще можно нарисовать пророщена. Ну разве что рыбью голову или баранье голову наверное лучше. Гранат, а да, я забыл гранат еще. Регулярно гранат рисуют, но гранат как символ многоплодия, да, он стандартный. символ там всего хорошего и чтобы было много. И в одном классический символ, ну, кроме того, что он просто красивый. Да, гранат такой классический символ расширения. Вот. Но еще раз, в Торе шафара не упомянули. В этом контексте расширения. Вопрос откуда взялся шафар? И вдруг приходит Талмон и говорит, что шафар, он упоминается здесь рядышком в заповедях Йом-Кипура. А именно не любого Йом-Кипура, а того, который в юбилейный год, юбилейный год, ну, грубо, не входя в тонкости обсуждения, каждый 50-й год называется юбилейный. Юбилейный. Не в том смысле, в каком латыни, юбилейный год в латыни, неважно, но раз в 110 лет он проходит это мероприятие в Риме. У нас это железно, причем так, он еще колеблющийся. у нас это железно каждый после семи циклов по семь лет, после семи шместовых лет идет юбилейный год. Значит, есть спор по поводу юбилейных года, идут независимо от шместовых годов, независимо, я не вхожу, это не важно. Так вот, самое важное здесь выглядит так, что про юбилейный год сказано, и пронесете шофар по стране, вот он появился шофар наконец у нас, и объявите, что рабы выходят на свободу, и земли возвращаются хозяевам, рабы выходят на свободу, каждый может вернуться к себе домой в свой надел, если кто-то продал свой надел, родовой надел имеется в виду, он вернется к нему, ему будет куда вернуться, рабы выходят на свободу, то есть вот как это происходит, и пронесете шофар по стране. И вот здесь вдруг мудрецы делают важное замечание. Трубы, о которых говорилось в всюду до сих пор, это храмовый предмет. А вот шофар это предмет, который проносится по всей стране. То есть шофар, я не буду сейчас уходить в анализ текстов, которые предпринимает Хазаль, есть серия мидрашей по этому поводу, но шофар, он заповедь вне храма. Еще точнее, на самом деле в храме трубили значит Мишна Роша Шана первое упоминание вообще шофара там, это третья глава, ну вот чтобы было красиво. Шофар Роша Шана прямой из рога горного козла, но прямой, ну вы представляете себе, вот такой вот он витой такой, ну он вот не мой закрученный как волторный, а такой, ну у меня дома прямого горного козла нет. с золоченым раструбом, ну вот это противоположная штука сторона золоченная, две фанфары, то есть две трубы по бокам, при этом при этом шафар трубит дольше, чем фанфары, потому что заповедь дня шафар. Перевозь, значит, в храме стоят священники с трубами и священник шафар посередине, он окружен двумя, наверняка совершенно в начале начинается, вот тут это самое, начинается трубление в шафар, после этого подхватывают трубы, после чего трубы умолкают, а шафар продолжает звучать. так в храме, то есть там трио играет. Во время поста в храме кривой бараний рог, тот, который в основном мы трубим, кстати, с посеребренным раструбом, но это в храме только серебренный раструб, и фанфары посередине, при этом фанфары звучат, значит, вступают фанфары, продолжает фанфары и шафар, потом шафар умолкает, трубы продолжают. Почему? Потому что я сказал, во время беды трубы крали. Но вне храм трубят один шафар. Никогда вне храма не трубят трубы. Еще раз, потому что трубы это посланцы храма. И вот здесь есть очень любопытный спор, в который я не хочу входить по поводу того, человек, который это две заповеди или одна заповедь. Есть ли у нас одна заповедь трубить шафар в храме в Рошашана и одна заповедь трубить шафар вне храма или это одна и та же заповедь. И об этом есть споры, я не буду входить в них, это не важно. Но у нас получилась, вся картинка наконец выстроилась. У нас есть храмовое мероприятие с трублением труб и шафара и есть вне храма, где звучит один шафар. Теперь вопрос, вот теперь начинается коронный вопрос, а о чем трубят? Просто ну вот о чем трубят? Брошаш ответ он довольно очевидный. В радостный день следует литкоа, то есть длинный звук, день праздника, а литкоа, например, чтобы было понятно, когда вам нужно собрать общину, киткоу в лотарию, трубят длинным протяжным звуком без труба. без дробного звука. Так вот, в праздник праздничное трубление она ткеа. А когда у вас война и несчастье постигло вас, я подозреваю, что цархат это не враг, а несчастье постигло вас, хореотем следует трубить труа. дробный звук. Вот теперь... А хореотем это трубы или шафар? То, что я сейчас зачитаю, это заповедь о трубах. Я еще раз сообщил, повторяю то, с чего я начал. в торе прямым текстом не упомянуто требление в шафар в роша шана. Упомянуто только трубление. Я же читаю в качестве зацепки, чтобы понять, что происходит, раздел заповедь о серебряных трубах. Десятая глава. там о шафаре нет ни слова, там заповедь о серебряных трубах. Так вот, что важно, что в заповеди о серебряных трубах различаются труа во время войны и несчастье от кеа в праздник. На практике это выглядит так. Так как? Так как? ткеа это внимание, это знак внимания среди все прочего. Это знак сбора. Это призыв всем собраться. Вот, обратите внимание, например, вытеку БГМ и будут трубить длинным звуком ткеа и соберутся к тебе вся община к шатру. Соберутся к скинь. ткеа это сбор. Точно так же. Ткеа и труа во время путешествия комбинация. Это знак путешествия. Значит, и далее, когда собираются ткеа в лотари. Знак сбора длинный протяжный звук без дробного звука. это знаки во время путешествий. Точно так же. Правило Талмуда звучит следующим образом. Не бывает труа без кеа. Вот, так не бывает. вот, теперь вы, наверное, понимаете спор Раби Авагу, вот, когда начинается обсуждение, как надо трубить труа, замечу, не ткеа, а труа, как трубить ткеа, все знают, длинный протяжный равномерный звук, тот, который в начале и в конце. А как трубить труа, есть спор, по всей видимости, это спор разных общин, по-разному в разных общин трубили это труа. Может быть это были еще и раздельные звуки непонятно, но наиболее вероятно, что дело было в том, что это делали в разных общинах немножко по-разному. Значит, и передается разница, как разница между хныканьем и вот кто-то и вздохом. Вот такой вздох. Замечу, нет вопроса о том, что это звук несчастья, что звук шафара, тот, который труа, это звук несчастья. Но я перевожу обычно дробный звук, но ровно потому, что глагол «рэйшайнайн» «збивать». А если мы говорим о звуке, то это дробный звук получается автоматически на выходе. Но всем очевидно, что это рыдательные звуки. Вот об этом Талмуд не спорит. Он спорит какого типа, вздохи или рыда или хныканьем. То есть вот да, это единственный спор. По этому поводу вот теперь, когда вы говорите о молитве, отрублении в шафар во время поста, о отрублении в том числе, вот теперь мы поймем, что в рост шана происходит, то не может быть комбинации, где нет в начале и в конце ткеа. Потому что ткеа в начале и в конце, давайте так, вот середина, которая называется или труа, или шварин, это разбит труа и шварин и то и другое слово разбивать. Просто разные корни, но смысл слова однородно. Труа это разбить в дребезке, а шварин это разбить на крупные осколки. Вот разница между этими словами вот такая. И она точно передает звуки, которые передает слово труа. Шварин это разбил ну пополам, скажем, ну на три части, на шварин. А труа разбил на мелкие осколки. не может быть в молитве разбил и все. Должно быть собрались, разбилось, поднялись. Вот эта вторая ткеа, которая после, без нее невозможно. Без первого ткеа тоже невозможно. По этому поводу единственный какой возможен спор. Как выглядит труа, но этот спор, он по большинству мнений, между прочим, хватает любого варианта. То есть куча народу нет. Все делают по обычаю. Здесь вопрос праздничный, галахический вопрос. Человек протрубил или слушал в Росошана только ткеа, шварин ткеа. Он выполнил заповедь или нет? Наиболее вероятно, да, хотя неправильно все, он должен слушать полную комбинацию. шварим труа и труат шварим. Должен слушать все комбинации, чтобы во всех общинах это делать. Но в любом случае просто разбилось и все невозможно. Нужно собирались, собрались поднялись. По-другому не возможно. И это общее правило, я не буду опять приводить все рассуждения Талмуда по этому поводу. К чему я все это веду? А вот к чему. Опять я бью упорно в Росошана. В Росошана дважды сказано труа. Слово ткеа там не сказано. Если было сказано йом ткеа, то я бы уверенно сказал, что нужно трубить ткеа, ткеа, ткеа. Длинные звуки. Как праздничный длинный звук. Кстати, по всему Востоку праздничный звук длинный. И вот когда там трубят в рог где-нибудь в районе Самаркада, а не там у них рога такие длинные неимоверные, получается очень низкий звук, естественно. Ну понятно, что чем длиннее рог, тем ниже звук. то это длинный всегда звук. И это праздник. Но Рожошана у нас звук опасности. Это звук войны и опасности. чтобы вспомнили кибыцарах дула анах. Ибо мы как молитвы поста, ибо мы в великой беде. Осталось только понять о какой беде. то есть у нас праздник. как бы праздник, вот в результате всех рассуждений у нас оказался очень хорошо, очень легко определяется сущность праздника Рожошана. Это хорошо и легко получилось. Что у нас получилось на выходе? На выходе у нас получилось, что это день, когда мы ощущаем себя в беде и просим, чтоб нас из нее спасли. Вызвали. Зикарон Труа недаром. Все-таки Труа еще добавлена. И не зря у Гереотта вы не с картой про беду, вы будете трубить, будете вспомнить. То, что мы просим, вот именно это трубление, которое Тара указывает как фа. оно просьба вспомнить о нас. И вот теперь начинается действительно важнейшее. Вот осталось только замечу. То, что Мишна говорит, что положено читать молитву. Просто шана то вот она. я считаю, что просто это Мишна, она много чего нам говорит о сущности праздника. Итак, порядок благословений. это значит, что читают в молитве Муса в Рошешене. Читают про отцы сила святости имени к душам. Значит, первые три стандартных благословения в молитве типа шмонессера в праздника на семь, там по-разному девять, я не буду сейчас входить. Но начало и конец молитвы, значит, стандарт во всех молитвах, где бы они не были, более-менее стандартно. Три первых благословения, три последних остаются без изменений, за исключением кое-каких вставок, которые там по разным поводам делаются. Не вхожу в эту тему. Там, скажем, есть ставка на расходыш, есть праздничный ставк, не вхожу. Но начало и конец обычный. Значит, там дальше следует важный освящение дня кедушгая, то есть упоминание, что у нас сегодня расширена, и трубит шафар. Зихранот читают благословения, что ты вспоминаешь о нас, то есть заботишься о нас в случае нужды и трубы. И есть отрывок о шафарах, который тоже трубы. Это Йоханнан Беннольд. Сказал ему Райбея Киева, если не трубит при царствах, зачем их упоминать? И дальше говорит, что читают царство, Мухуёд, Зихранот и Шафарот, царство, отрывки о царстве, отрывки о памяти и отрывки о шафаре, читают и трубят на каждом месте. Во время чтения молитвы Муса, то, что называется отрубление Мума, отрубление столь. теперь спор серьезнейший и только кажется техническим. У нас есть Йоханнан Беннольд и Райбея Киева. Йоханнан Беннольд считает, что в Шафар не трубят, когда речь идет о провозглашении царства Всевышнего. Райбея Киева говорит, что это бессмысленность получается. И вот здесь мы приходим к некоторому удивительной вещи. А когда вообще трубят Шафар? Есть правило, оно в прокате Брахот, Дина Даракея, Дина Де Ара. Извините, Мохута Даракейка, Мохута Де Ара. А в Торе где говорится про Шафар юбилейный год? Что? А в Торе где? В самой Торе. Шафар упомянут юбилейном году, я об этом говорил. И что Шафар в Роша-Шана учится из Шафара юбилейного года. Я не стал рассказывать как, потому что мы не Талмуду чем-то. Значит что здесь важно? А важно вот что. Вот что у нас главное, что не сказал, вот что очень важно. Раби Йоханн Бен-Нури не сказал то, что он считает главным. Вот это неожиданно. он кое-что не сказал. Он говорит вдруг о памяти и Шафаре, и об освящении дня. Вот трубит при освящении дня. А что читают при освящении дня? Что там произносят? А там произносят, что сегодня суд. А там произносят, что сегодня суд. Вот это нужно понимать. Раби Акиба говорит нет. При этом царство по Раби Йоханн Бен-Нури читается там, где Гдуша Ташим в третьем благословении. Что он считает, что самое главное, что есть. О двух темах они не спорят. Что Йом Зикарон, когда Всевышний нас вспоминает, и что нужно сказать, что Шафар это именно про это, про то, что он нас вспомнит и позаботится. А вот теперь что главное. Раби Йоханн Бен-Нури считает, что главное это то, что Рошашана действует. И по этому поводу тогда Йом Труа, я уже сказал, Труа это несчастье, Зикарон Труа спаситель несчастье, день суда счастливым быть не можно. День когда происходит суд, все дрожат, день суда. Раби Акиева говорит, что нет, не пойдет. День царства он объединяет в молитве тему царства и суд, то есть как бы царский суд не могу учиться. И это день царства. День царства. И что в этот день Всевышний воцаряется над землей, как это обещано пророками, но только не как в будущем. То есть невидимо в обычной Рошашина, а вот подобное нечто тому, что происходит у пророков, когда Всевышний слава Всевышнего будет видна. Разница она огромная, она неожиданная и она очень большая. Тело вот в чем. Оба они говорят о трублении в Шафар не в храме, а вне храма. И речь идет именно об в храме не читают шмонавицы. Точнее это при храме есть синагога, но это не в самом храмовом дворе происходит. В храме не читают речь идет именно о вне храма что происходит. И вот здесь грандиозность что главное у нас в Рошашин то, что происходит на небесах или то, что происходит на земле. Раби Акива так как речь идет о царстве Всевышнего, то дело происходит вот теперь вопрос где происходят такие дела. Если это царство Всевышнего если это царство и дела происходят чисто небесные, то дело происходит на небесах. Это очень важно. Если речь идет о суде, то суд происходит на небесах, небесах, если давайте слишком сложно говорю, давайте я проще скажу. Если у нас это день суда, то тогда он равно актуален и в храме, и вне храма. Это равно актуально это всюду одинаково. По этому поводу трубление в шафар является как бы одинаковым в храме и в синагоге. Оно по-разному оформляется. Да, в храме трубление в шафар сопровождается трублением в трубы, но это одинаково. с точки зрения если это день не суда, а день царства, то дела происходят на небесах, а небеса на земле представлены храмом. По этому поводу попытка Раби Йохана на Бен-Нури вывести тему царства в святость имени, а святость имени Всевышний отделен от земли, то он говорит, что царство это про храм, а мы находимся в синагоге. Мы не в храме, поэтому трубление в шафар нужно только в той части, где говорится про суд. Раби Акива говорит, нет, это речь идет о царстве, царство на небе, оно в храме, и это главное, если мы не говорим о храме, то тогда вообще зачем мы здесь собрались? Вот Раби Акива в этом смысле он очень последний. Если мы не говорим о храме, который стоит в центре мира, то зачем мы здесь собрались? Мы трубим в шафар, это день царства, а царство это храм. Вот это раби. Вот это очень важно. При этом, с точки зрения Раби Йоханна на бен-нури, разница между трублением в храме, трублением вне храма, это одинаковая западка, одна и та же западка. С точки зрения Раби Акива, это две разные западки, потому что в храме трубят про царство. Мы трубим про более земные дела. Здесь невысокие земные. в результате, когда у нас есть проблема связанная с нашими головами, мы настолько привыкли мыслить словами и пытаться понять не чувствами, а словами, не слухом, не брюхом, а именно словами, что для нас вот просто простое трубление несопровождаемое текстами дает очень мало. Нам нужен для настройки кавонез, для настройки правильного образа состояния души нам нужны слова. Мы по-другому не умеем. Самое интересное состоит в следующем, что во временах храма, я подозреваю некоторое время после него, люди умели делать правильную настройку души, хотите, я умное слово интенсивно потреблю, без слов. все, все, что говорит нам Бешне, это Исрая Большин Павла, все, чем он пытается научить, что когда мы произносим тексты, важная, самая важная часть это некоторое состояние души, соответствующее данному тексту. но в наше время мы не умеем действовать без слов, просто разучились, практически поголовно. есть очень мало народу, которые умеют правильно настроиться на то, что на зикарон труа, на то, что вот это рыдание, которое здесь вот Шафар произносит, поет, рыдание, которое поет Шафар, это вот я не могу по-русски хорошо передать страдательный заблок вниз картель. Вот чтобы мы были вспомнены, вот, ну, нету в русском языке. Упомянутые, ну, что? Упомянутые, это помянули, здесь нет, здесь вам нужна ровно противоположность к забытому. Вот я с самого начала сказал, что антоним к слову помнить, это забыть. И всюду в Танахе, где Всевышний говорит, забыл о народе, о стране и так далее, все эти места можете открыть, посмотреть. Всюду это беды, это открыл. шлюзы не мешает бедам прийти, состояться, случится зикарон, это закрытие, это строительство дамбы, это закрытие шлюзов, это гора Арарат, в конце концов, если мы говорим на примере Ноя, горы Арарат, извините, там горная система Арарат, они сама горная, вот, это, это вот это, вспомнить это агол обвернулся, агол обвернулся, да, если мы говорим на примере Ноя, вспомнить это и услышал Всевышний и страдания, вопли, молитвы народа. Шмот, шмот, да, вы, да, я эти два примера начал с этих был приятный. да, Вот это что такое. Но для нас, наш сегодняшний и сегодняшний последний тысячу лет как минимум, а я подозреваю, что полторы как минимум лет, нам нужны тексты для того, чтобы сделать нужную настройку. Мы не умеем вот молитва вот теперь в результате вот этого длинного путешествия с помощью Шапара, то, к чему мы пришли, что тексты молитвы нам сегодня нужны для того, что наши предки могли получить просто слушая труа дробный голос Шапара. А им нужное состояние души, соответствующей Рожешене, что это день царства, суда и зи корон, что самое главное, вот этот, вот без зи корона, все это вообще не нужно никому, и йом зи корон, не наш, не мы вспоминаем, а о нас будет вспомнята, о нас, вот оно, вот оно, что нужно. Вот это и есть та молитва, которую составители Сидуров и Махзор упорно пытаются добиться. Они же своими многочисленными текстами, которые мы видим в Махзорах и Сидурах, у них стремление же только одно, что не столько произнести нужные тексты, сколько добиться правильного внутреннего состояния души, соответствующего, если мы говорим про Рошашана, пробление Шафана. По этому поводу вот это совершенно убийственный пиют, убийственные строки самого знаменитого, наверное, часто упоминаемого пиюта Рошашана «Гайом Гара Салам» который я вот честно предупреждаю, что я всегда очень сильно колебался как-то переводить, «Гайом Гара Салам» замечу, он читается «Если трубят Шафар во время чтения Мусака, то есть в Синакойке, «Гайом я амод мишпа» значит, вот я предпускаю первые три слова, слово потом, «Сегодня предстанут перед судом, все сотворенные в мире или как сыновья, или как дети, или как рабы, если как дети, то пожалей, как отец, жалеет детей, если как рабы, то мы вот мы на тебя смотрим снизу вверх, пока ты не помилуешь, не обратишь слово, пока ты не посмотришь на нас симпатии и наш суд выйдет как свет ну божий в данном случае выгрызается и качается айом кадош жуткий святая святая жуть, вот я извините, я на бумагу это никогда не положу эту святую жуть, но это вот это здесь, айом кадош то, чем кончается, угроза святая кончается, внушающий трепет святой нет, нет, святой ужас, ну давайте по-другому, внушающий, ну да, но литературно только так, в конце концов, я, конечно, могу бурчать на этот перевод, я его сам переводил, так что мне можно, да, но проблема в первых трех строках, вот то, о чем я говорю, первые три строка, строки, первые три слова этого пьюта, они потрясающе передают смысл того, что происходит, причем тот, кто это сочинял, был полноценным геймем, потому что вот смотрите, в этот день сотворен мир, это не я придумал перевод, его, по-моему, половина переводчиков Махзора так переводит, Гайом Гара Турам сегодня сотворил но, что имеется в виду? Сегодня день беременности мира, вообще-то, вот если дословно перевести, сегодня день беременности или день зачатия мира, вот выбирайте, что хотите, день зачатия мира, это будет еще лучше, сегодня день зачатия мира, сегодня предстанут перед судьбой, или день беременности, и последний срок родов, мир будет, вот каким он родится сегодня, сегодня вселенная вселенная всевышнего беременно и родит наш материальный мир, и сегодня произойдет вот такой суд, вот в этом в новорожденном мире, в новорожденном году, если хотите, в новорожденном году, все творения миров, все вот это вот предстают либо как слуги, либо как дети, и те и другие преисполнены надеждой, что вот теперь суд, который на самом деле является судом будущего, не прошедшего, а будущего, вот что здесь говорится самое ценное, как дети возлюбленные, которые здесь балуются и безобразничают, ну, бабочка, и давай, давай, дедушки, только пожалуйста, не убейтесь, где едет по дороге, либо как слуги, какая функция слуг, служить, но у нас начало найма, а на чем найми. Поэтому найми. Мы для этого мира, который ты сегодня позволяешь родиться, для этого года, собираешься родить, который собирается, мы будем достойными слугами, потому что этот дворец кто-то должен обслуживать. слуги ленивые, небрежные, такие, сякие, но найми, но найми, вот этот пиют. я не поняла. Самую важную вещь в этой истории, и этот пиют, он про это, и про то, что он еще, там еще несколько таких людей, это суд не прошлого, это суд будущего, это суд не что ты делал, а это суд зачем ты пригодил вот это двера, это два разных суда, зачем ты пригодишься, это разница между судами, это что ты наделал, или зачем ты мне здесь нужен, так вот этот пиют, это пиют, зачем ты мне нужен здесь, и мы говорим, ну, если не сынок, ну, такой-сякой, ну, мало ли какие дети, дети, не все удачные получаются, знаете ли, а вырастают из них, все равно мы их любим, если как дети, то позволь дальше, не, мы постараемся быть, мы всегда стараемся быть хорошими, не огорчать наших пап и мам, мы все же знают, получается, да, не очень, но стараемся, либо как слуги, но те еще, конечно, слуги, но вот, но выбери, да, вот по этому поводу еще, когда вы, я еще раз обращаю внимание, в токатом труа, я описываю заповедь о серебряных трубах в походе, и когда вы будете трубить труа, то лагеря будут двигаться вперед, вот, мы надеемся на ответ на ткеа труа свыше, мы двигаемся дальше, вот, вот, это наша надежда, мы напоминаем о себе, труа, труа, еще раз, труа без ткеа не бывает, но у нас не столько беда, роша шана это не беда, роша шана это просто страшно, вот, что здесь делает труа, это не беда, это вот не совсем беда, это когда страшно, труа, это еще раз, беда и война, когда страшно, так вот, роша шана это день, когда должно быть страшно, в молитвах Это то, к чему все, что написано в Макзаре, это страшно плюс надежда. Надежда на то, что наша ткеа, труа, ткеа, при этом труа я в библейском смысле употребляю, будь это труа или шварин, ткеа превращается в ткеа труа, пойдем вперед. Будем двигаться вперед. И надежда, которая здесь есть. По этому поводу, если вы посмотрите стихи, которые читают Рошашина, стихи Танаха, где упоминается Шафар Мухуйот, где упоминается, то вы обнаружите, что вот эти две темы страшно. И надежда. Это две главные темы. Вот все, что вы видите в конкретных молитвах Рошашина, это две темы. Замечу, какой темы нету. Вот это то, чего я сказал. Молитва, это суд о будущем, а не о прошедшем. В молитвах Рошашина нет просьб о прощении. Нет просьб о прощении. Потому что этот день не про это. Сегодня день беременности мира. Беременности годы, если хотите. Год сейчас родится. И вы с ним, ну и так далее. Или не с ним окажетесь. Вот это и есть каванот, молитв Рошашина, деорайта, те, которые тара от нас требуют. Сикарон, при этом надежды на Всевышнего, это он решает, каким год будет. Сикарон, он вот этот. Вот если помнить, что все зависит от того, как он вспомнит, то, в общем, это правильно. И думаю, что то, что я сейчас сказал, это и есть молитва деорайта. То есть, когда вы читаете в Макзон, в синагоге, то вам нужно вот это настроение. Если одного шафара вам не хватит, а его не всех хватает, его мало. Нужно настроиться словесно на это. Увы, мы сегодня устроены именно так. Нам нужны слова. Ну вот, да. Мэр, ну у нас, во-первых, в шаббат мы ничего не трубим, а в конце у нас будет хиад гдоланахон? Хиад гдолан будет в емкипу. А в Рошашина, мы же не трубим, если в шаббат. Послушайте, я не говорю пока, я не говорю о субботе. Я хочу заметить, что то, что я сейчас рассказал, я исхожу из того, что драж, я не хочу входить в драж. Я не хочу входить в этот драж. Это просто полноценное занятие, если я буду входить в этот драж. Хорошо, Мэр, ну мы... В шаббатах полноценное занятие, я не могу. Хорошо, хорошо, Мэр, ладно, ладно. Ты мне просто скажи технически. Мы же в шаббат, если у нас уже в шаббат, мы же не... А, подожди, у нас будет один день шаббат, а второй день будет русский. У нас не будет шаббат, Рошашина. У нас Рошашина будет хамишишиши. Да, у меня что-то, что-то я не туда посмотрела. Ну, извините. У меня в календаре хамишишиши. У меня в календаре хамишишиши. Извини, это я сегодня не туда глянула, а я... Если бы у нас был в этом году этот самый... На шаббат пришелся бы Рошашина какой-то день. Ну, какой, естественно, известно, какой. Первый. Первый, может, на пятницу не может выпустить первый день Рошашина. Значит, первый день. Я бы поговорил об этом. Но так как в этом году это не актуально... Не надо, не надо. Все понятно, извини. Но я хочу заметить одну вещь, которую... Нет, в следующий раз. Я предлагаю подумать вот о чем. Для тех, кто в курсе. А не нужно. У нас шмини, ацер, это... Нет, я не буду это на следующий занятие проживать, то, о чем надо подумать. Окей. Ну, вот где-то вот так. Вот то, что я сегодня хотел рассказать. Замечательно. Спасибо большое, вообще что-то необыкновенное и необъятное. Но еще скажи два слова про ткия. Два слова или одно. Ткия, это... Я хочу заметить одну вещь. Ткия, если вы смотрите закон о серебряных трубах, то ткия... Это обычно, если ткия без всего, вот голая ткия, это общий сбор. Замечу, ежели она ничем не сопровождается. Вот чистая ткия, это общий сбор. Именно поэтому. Именно поэтому. Невозможно Туа-бесткия. Именно поэтому. Просто потому, что у вас получится довольно... Вот если мы говорим о Молхиё, да, о царствах, то вам же царство, это же Эйн Мелых Лулоа. Нет царя без народа. Вам нужен сбор всех частей. Вот этот ткия, который начинается. Понятно, понятно. И по закону Талмуда Туа-бесткия не бывает. Не бывает Туа-бесткия до и после. Так не бывает. Просто потому, что... Еще раз. Туа-бесткия без сопровождения всех. Это будет... Окончен бой, мы проиграем. У вас выход будет ровно вот этот. Потому что шварим. Потому что разбиты. Потому что Туа и шварим. Вот на современное ухо слово Туа как синоним полный слово шварим никто не слышит. А они полные... Они синонимы, но не полные. Еще раз. Туа это разбить в дребезги. А шварим это разломать. Вот это разница между этими словами. Да, да, да. Понятно. Вот. Вы не можете только Туа. Потому что это не соответствует, кстати, не соответствует духу дня. Не соответствует духу Рошешана. Потому что Рошешана, дух его, это значит вытакатым Туа в носу. Вот у вас должно быть вот эта комбинация. Без этого я читаю, что здесь вся история про серебряные трубы. И я прекрасно понимаю, почему в наше время не делают серебряные трубы. Потому что не делают храмовых сосудов в наше время. Тот, кто пытается восстановить трубление в серебряные трубы во время постов или во время Рошешана, он просто не понимает, что делать. Тогда вам нужно Коэна взвать для того, чтобы трубить в них. Потому что тогда простой человек не имеет права. Но Коэн может трубить, только если он представляет храма. А он не может представлять то, чего нет в наше время. У нас отличный совершенно текст. Деврей Гайми. Вот эта история «Авиа против Ерваама», где четко сказано «Вот Коэны с трубами, вот они здесь показывают, что мы в Бриташа, мы в союзе с Севышним, у нас вот Коэны с трубами на войне, как положено. И только так это положено. И война, и беда это одно и то же. Поэтому тот, кто пытается сегодня восстановить серебряные трубы, он просто, по-моему, не понимает, что делать. Окей. Спасибо. Давайте на этом закончим. Грандиозно. Грандиозно. Спасибо большое. Мы будем будем обдумывать. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok